Друзья мои, всем привет-привет, с вами Маруся, и мы продолжаем озвучку фанфика «Багама-мама» или «Как стать идеалом для бывшего мужа» от автора Ли Соль. По традиции, конечно же, я напомню, что все ссылки находятся в описании. Ссылка на фанфик, вы можете не дожидаться озвучки и пройти прочитать в оригинале. Также ссылка на мой второй YouTube-канал с озвучками фанфиков, Телеграм-канал, если вы еще не подписаны, обязательно заходите, у нас там общение 24 на 7, розыгрыши проходят всякие разные. Также ссылка на мою страницу Бусти, где уже почти полторы тысячи часов озвучки выложены. Там же озвучиваются параллельно два фановых фанфика, и там же я выхожу 22.00 по московскому времени в прямые эфиры каждый день. Ну а прямо сейчас у нас глава 16, которая называется «Шишки. Очень нужная вещь». И поехали. Юнги с Альфой лежали на мягкой кровати в спальне Намджуна. Легкий утренний ветерок врывался в бунгало, едва заметно шевеля полупрозрачные шторы на окне. Они собирались поспать после ночной смены в баре. Вернее, собирался поспать только Намджун. Мин все время крутился у него под боком, то вздыхая, то что-то бормоча себе под нос. Не выдержав очередной пристальный кошачий взгляд о мяге, Джун открыл глаза. Ну, котенок, ну что такое? Обычно тебя с кроватью не разлучить, а тут не уложить. Ну, давай спать. Нам вечером работать. Мин тяжело вздохнул. Давай. Ну, через пять минут опять заерзал на кровати. Да спрашивай уже, что хотел. Улыбнувшись, Альфа приоткрыл один глаз. Ты все равно не успокоишься, пока все не узнаешь. Ну, знаешь ли, я не каждый день узнаю, что мой жених – сын основателя террогрупп. Фыркнул Юнгис, садясь на кровати. Да как так получилось, что об этом никто не знает? И почему ты мне сказал, что хобби твой друг, а не брат? А он и есть мой лучший друг. Мы с ним познакомились раньше, чем наши родители. Грубо говоря, это мы их и познакомили. Вы? Это как? Юнгей приоткрыл рот от удивления. Папа Хосока умер почти сразу после его рождения. Отец воспитывал хобби один и попутно старался развивать маленькое на тот момент агентство по недвижимости. Мой же родной отец отправился в лучший мир, когда мне было три года. Оставив папе в наследство меня и небольшую строительную компанию. Папа из сил выбивался, чтобы поддержать компанию на плаву. Он никогда до этого не занимался строительством. И пришлось все постигать с нуля. Нас с хобби родители отдали в один детский сад, где мы с ним познакомились. Однажды, не зная, что произошло, но наши нянечки не смогли нас забрать из садика, и за нами приехали родители. Вот так они и встретились. У ярких шкафчиков с красными вишенками. Когда Джихен сделал папе предложение, мы с Хосоком чуть не померли от счастья. Мы были лучшими друзьями, а теперь становились братьями. Родители объединили компании и начали слаженно управлять холдингом, постепенно его развивая. Они всегда нас учили быть скромными и не хвастаться перед друзьями своим положением. А лучше вообще ничего не говорить о своем родстве с владельцами террогрупп. Люди завистливые и очень жестоки в своей зависти. Да нам с Хобби хвастаться особо не перед кем было. Друзей у нас не было. Так, знакомые, приятели. Они нам и не нужны были. Мы были друг у друга, больше никого не впуская в свой мир. Родители хотели, чтобы мы выросли обычными людьми, без замашек, эгоистичных, богатеньких отпрысков. Мы ходили в обычную школу, сами поступили в университет на управление финансами. Мы никогда не связывались с плохой компанией, никогда сами не влезали в драки. Нашего папу никогда не вызывали к директору в школу. Мы не привлекали к себе лишнего внимания. Я и Хосок делали все, чтобы родители нами гордились. Ну, а почему тогда ты здесь, а Хосок управляет компанией? Юнги с интересом рассматривал Альфу. Ну, вы же могли заняться этим вдвоем. Нам Джон любовно потрепал шелковистые волосы Омеги. Ну, у Хосока к этому талант. Он очень умный. Настолько, что иногда этот ум за разом заходит. У Хобби прям дар какой-то, делать деньги из всего, к чему он прикасается. Террагрупп стала такой масштабной при его управлении. А я не такой. Мне этого всего не нужно. У меня нет хватки акулы бизнеса. А вот Хобби бывает очень жестоким, когда дело касается компании. Одно дело управлять баром, в котором работаешь ты сам. Другое – холдингом. И нести ответственность за жизни тысячи людей. Все равно не понимаю. Как никто не разнюхал, что вы с Хобби братья и что он президент аэрогрупп? Это в двадцать первом веке-то. Юнги покачал головой и улегся на колени Альфа. Ой, котенок, ты не представляешь, как большие деньги и огромная власть затыкают людей. Когда отец предложил Хобби перенять управление компанией, он согласился. Но с одним условием. Что никто его не будет знать в лицо. Брат хочет нормальной личной жизни. Система безопасности главного офиса террогрупп будет покруче, чем в Пентагоне. Сотрудники, вплоть до уборщика, туда отбираются по таким критериям, что с ними можно ходить хоть в разведку, хоть в космос лететь. Хасок уже давно живет под другим именем в обыденной жизни. Даже сотрудники, работающие с ним, не подозревают, что он на самом деле президент. Все думают, что он один из директоров по управлению дочерней компанией. Правду, знали до этого времени только несколько человек. Два его заместителя, которые представляют компанию и светят своими лицами в СМИ. Начальник охраны, родители, я, семейный адвокат и доктор, который нас лечил еще с детства. А почему ты тогда рассказал мне и моему отцу, если это такая тайна? Котенок, а ты стал частью моей семьи. И твой отец далеко не дурак. Он прекрасно понимает, что об этом трепаться не стоит. А если я передумаю выходить за тебя замуж? Юнги хитро прищурился. Тогда мне придется тебя убить. Альфа сделал страшные глаза и засмеялся. Так что теперь ты от меня никуда не денешься. Хм, а я и не планировал, хмыкнул Мин. Все, малыш, ну давай поспим, сказал нам Джун, удобно устраиваясь на кровати. Давай. Юнги прижался к Альфе и обнял. А Джун блаженно закрыл глаза, наслаждаясь тишиной. Блин, так я не смогу рассказать об этом Тихену. Мин сел и возмущенно уставился на Кима. А Тихен уже, скорее всего, знает, пробормотал Альфа, не открывая глаз. Не понял. Почему ты уже знает? Потому что он тоже стал частью нашей семьи. Хасок сделал предложение Сакджину. Что? А почему Тихен не рассказал об этом мне? Мин скачал с кровати и начал носиться по комнате. Ну, сосранец! Юнги, ты утопил свой телефон. Ну, как он мог тебе рассказать? Джун с несчастным видом наблюдал за мельтешившим туда-сюда Омегой. Похоже, поспать у него сегодня не получится. А, точно! Юнги заполз обратно на кровать. Все, спим. Нам Джун покрепче прижал к себе Омегу, вдыхая нежный сливочный запах. Глаза медленно закрылись. Полудрема окутала Альфу теплой негой. Морфей уже протянул руки, собираясь обнять Джуна. А Чимин? Да ё-моё, Юнги! Ну что Чимин? Нам Джуну захотелось придушить Мина и стать вдовцом, даже не женившись. Ну, Чимин же ничего не знает. Не знает. Альфа мысленно попросил Бога дать ему сил. А мы ему расскажем? У Омеги заблестели глаза. Расскажем. Он тоже уже почти как семья. Джуне, а давай усыновим Чим-Чима. Нечего ему оставить отбиваться. Вот Мин не обрадуется перспективе, что ты станешь ему папашкой, усмехнулся Ким. Но ведь... Все! Я иду на крайней мере! Прервал Альфа Юнги. Он схватил Омегу, запуская теплые руки под майку. Мин пискнул от неожиданности. Иначе ты никогда не заткнешься, прошептал Альфа, целуя маленькое ушко. Привет. А где моя жемчужина? Спросил Хасоку Тихен и снимая пальто. Альфа приехал за Джином. Они собирались поужинать в уютном ресторанчике, а затем хотели прогуляться по ночному Сеулу. Погода порадовала последними теплыми осенними деньгами. Привет, поздоровался Те. Он там лежит и страдает. Что он делает? Хобби нахмурил брови. Страдает. Валяется на своей кровати и втыкает в потолок. Закатил в глаза Тихен. Страдает по поводу? Да кто знает, он не говорит. Ладно, сейчас разберемся. Хобби направляется в комнату Сакджина. Джин лежал в окружении плюшевых подушек, сложив руки на животе с мученическим выражением лица. Жемчужина, что произошло? Спросил Альфа, мягко целуя в лоб Кима. Омега лишь тяжело вздохнул и продолжил пялиться в потолок. Хасок сбросил половину подушек на пол и улегся рядом с Джином прямо в дорогом костюме. Че ты там увидел? Хобби рассматривал абсолютно белый потолок. Уйди, проси, ну и Альфа не видишь, я страдаю весь! Недовольно произнес Джин, пихая кулачком в бок чона. И почему мой мальчик страдает? Хобби с полуулыбкой рассматривал надутые губы Омеги. Я боюсь, тихо произнес Джин. Альфа удивленно приподнял брови. Боюсь встречи с твоими родителями. А вдруг они посчитают меня неподходящей тебе партией? А вдруг я им не понравлюсь? Ну, ты сын одного из самых лучших адвокатов страны. Ты сделал такую карьеру, что дай бог каждому. Ты самый красивый человек на свете. И в конце концов ты носишь моего ребенка. Ну, как ты можешь не понравиться? У меня нормальные родители без всех этих закидонов по поводу браков по расчету. Не переживай, все будет хорошо. А вдруг они захотят большую роскошную свадьбу? А ты не хочешь? Джин покачал головой. Нет. Большие роскошные свадьбы – моя работа. А я не хочу, чтобы самый счастливый день в моей жизни был работой. Джинни, если хочешь, мы вообще можем втихаря пожениться. Альфа взял руку с Акджина и нежно поцеловал пальчики. А вот этого уже мой папа не простит, хмыкнул Джин. Ну, тогда сделаем небольшую скромную свадьбу в окружении родных. Омега кивнул и довольно улыбнулся. – Мы в ресторан пойдем? – спросил Хобби. Джин повернулся и внимательно посмотрел на Альфу. – Хобби, а здесь, в Сеуле, ты, как приличный Альф, водишь меня в рестораны, на выставки, даришь цветы. А что пошло не так на Багамах? Если бы я тогда не решился, то ты так бы и зазывал меня собирать ракушки? – Ну, Сеул держит тонуси, а Багамы расслабляют. Здесь я не могу себе позволить такую роскошь, как расслабление. – Очень жаль. Я даже скучаю по твоим дурацким подкатам. – Ну, хочешь, давай здесь что-нибудь пособираем, – рассмеялся Альфа. Интересно стало, а что можно собирать в Корее поздней осенью? – Ну, не знаю, ну, каштаны там всякие, желуди, шишки. Наш ребенок когда-нибудь пойдет в детский сад. Вот это добро и пригодится для поделок. Джин громко расхохотался. – Я сейчас представил, как ты в костюме от Армани ползаешь по парку, собирая шишки для нашего будущего ребенка, которые ему гипотетически могут пригодиться. – Я рад, что тебе подняло настроение. Улыбнулся Хобби, поднимаясь с кровати. – Давай, жемчужина, вставай. – И поехали в парк. Шишки сами себя не соберут. – Господи, да кто меня за язык тянул? – Амега сел и закрыл лицо руками. – Давай, давай. – Хобби потянул на себя Джина. – Детенам не простить, если у него не будет шишек. – Верни мне обратно нормального Альфу. – Взмолился Ким. – Глава семнадцатая. – Любовь любовью. – Техен поставил серый горшок в темно-зеленом фикусом на подоконник и осмотрел свою небольшую квартирку-студию. – Она ему очень нравилась. – Светло-серые тона преобладали в интерьере в перемешку с белым цветом. – На кровати сидел большой пушистый розовый заяц, подаренный Джином на новоселье. – Здесь было минимально мебели, лишь самое необходимое. – Кровать, маленький велюровый диванчик, темный журнальный столик и довольно большой письменный стол для работы. – Небольшая, но уютная кухня. – В квартире был один существенный плюс. – В ней была гардеробная, надежно спрятанная в коридоре. – Тей всегда мечтал о гардеробной. – Она была такого размера, что вполне могла сойти за полноценную комнату. – Омега нежно погладил восковой листик нового жителя квартиры и посмотрел в окно. – Крупные снежинки кружились за стеклом. – Снег накрыл серый Сеул белоснежным покрывалом. – Скоро Новый год, он уже нашел себе квартиру и работу. – С работой помог Хобби, предложив ему место в террогрупп. – Тей попытался поработать с братом, но беременный Джин доведет до ручки и ангела. – Так он искренне сочувствовал помощнику Джина. – Да и не нравилась Омеге вся эта свадебная суета. – В террогрупп его обязанности входило, принеси, подай, иди, нафиг не мешай. – Но сама мысль, что он здесь работает, грела душу. – В главном офисе террогрупп работали избранные. – Тей надеялся, что, может быть, когда-нибудь он сможет стать помощником самому Хасоку. – Омега из всех сил старался выполнять все поручения быстро и качественно. – Ему очень нравилась атмосфера, царящая в компании. – Люди в строгих деловых костюмах деловито сновали туда-сюда с важными документами, решали по телефонам какие-то неотложные вопросы. Террогрупп походил на муравейник, в котором у каждого была своя задача. Во главе всего стоял Чон Хасок, который ревностно следил, чтобы этот механизм не давал сбой. А то Хюну оставалось делать только одно – встретиться с Чон Гуком. – Джин с Хобби поженились месяц назад. Свадьба прошла тихо и скромно. На ней присутствовали только родители молодоженов Тэ и один друг Сак Джина. Нам Джун, Юнги и Чимин не смогли прилететь на свадьбу. Не на кого было оставить бар. Джин, вопреки своим ожиданиям, очень понравился родителям Хасока. После знакомства Сун Хи и Дже Хва спелись на фоне неуемной любви к своим чадам. А то, что скоро появится внук, их приводило в экстаз. Старшие Омеги вместе носились по детским магазинам, скупая все подряд, и доводили Джина до истерики своими советами по правильному питанию. Джин, организовав свою последнюю свадьбу, с чистой совестью передал все свои дела помощнику, сделав его партнером. Омега с усердием принялся обустраивать свое новое жилище, вынося периодически мозг мужу. Хоби закатывал глаза и исполнял все пожелания подозрительно гиперактивного беременного Сак Джина. «Тэхен, а пойдем сегодня на свидание?» Неожиданно громко произнес красивый голос прямо в ухо Тэ. Омега подпрыгнул от неожиданности, он распечатывал документы, облокотившись о стену рядом с принтером. Высокий парень в ожидании смотрел на Тэхена. «Альфа уже не в первый раз его зовет на свидание, он был очень симпатичным, с хорошей фигурой и очаровательной улыбкой, но не Чунгук». «Я сегодня занят, Манхи, извини», – пробормотал Тэ, забирая бумаги. Тэхен направился за свой стол, а Манхи последовал за Омегой. «И какая отмазка на этот раз? Твой хомяк сломал лапку или почила золотая рыбка твоего дедушки?» – безлобно спросил Альфа, улыбаясь. «И я поеду к брату, к своему беременному брату». «А хочешь, я тебя отвезу?» – не оставлял попыток Манхи. «На улице холодно». «Я такси вызову». Тэхен уставился в монитор компьютера, давая понять, что разговор закончен. «Неприступный красавчик», – усмехнулся Альфа. «Но своих попыток я не оставлю». Альфа ушел, а Тэ тяжело вздохнул. «И почему я не могу себя заставить встречаться с другими парнями?» Он все время оттягивал встречу с мужем, но надо было расставить все точки над «и». Пора было все закончить и начать жить полноценной жизнью. Чунгук недоверчиво смотрел, как статный Альфа золотым паркером подписывает договор на сотрудничество с его компанией. Чун пытался понять, а не галлюцинации ли это у него часом на фоне перманентной усталости. Хасок, подписав документ, поднял глаза и улыбнулся. «Очень надеюсь, господин Чун, что мы с вами долго и плодотворно поработаем вместе». Хобби подал руку для рукопожатия. «Это взаимно, господин Чун». Чунгук пожал руку. В переговорной находились три человека. Чунхасок, его заместитель и Чунгук. Когда Гуку сказали, что сам президент Террагрупп хочет лично с ним встретиться, он не поверил. Как и не верит сейчас в то, что длинноволосый странный мужик в яркой гавайской рубашке с богам и президент Террагрупп – это одно и то же лицо. «Господин Чун», – задумчиво произнес Чунгук. «Не могли бы мы с вами поговорить наедине?» «Да, конечно. Пойдемте в мой кабинет». Хобби вышел и повел Чунгука по коридору. Иногда к Хасоку обращались сотрудники, называя его другим именем. «Так, значит, это все-таки ты», – сказал Чунгук, когда за ними закрылась дверь. «Мне теперь тебя стоит называть на «вы»?» «Да, я. И давай будем на «ты», так проще». Хобби прошел к своему столу и уселся в кресло. «Присаживайся». «Я подумал, что схожу с ума», – пробормотал Чун. Он сел на стул, стоящий напротив стола Хобби. «Ты этого не ожидал, понимаю», – усмехнулся. «Ну, знаешь, как-то сложно сопоставить странного, слегка неадекватного парня с жуком в банке и одну из ключевых фигур экономики Кореи». Хасок хмыкнул. «Так зачем ты захотел со мной встретиться?» – спросил Чунгук. «Насколько я знаю, обычно все деловые встречи проводят твои замы». «Просто хотел увидеть», – пожал плечами Хобби. «Как твои дела?» «Как тебе сказать». Чунгука прервал осторожный стук в дверь. В кабинет сунулась темноволосая голова Тихёна. «Хобби, там мне звонил...» Глаза Те наткнулись на Чунгука, сидящего с открытым ртом. «Ой, ты не один?» «Извини». Голова Омеги быстро исчезла за дверями. «Те!» Гук резко вскочил со стула и почти бегом кинулся к двери. Выглянув в коридор, он никого не увидел. Альфа вернулся в кабинет. «Только не говори, что он мне сейчас привиделся». Гук плюхнулся на стул и уставился на Хобби. «Да нет, это был Тихён», – спокойно произнес Хасок. «А как давно он вернулся?» «Ну, почти два месяца назад. Он здесь работает». Чунгук, измученный, посмотрел в глаза Хобби. «Так ты специально позвал меня сюда. Ты знал, что мы встретимся». Хасок молчал, с прищуром рассматривая осунувшееся лицо Альфы, сидящего напротив. «Ну и зачем ты это сделал?» Чунгук не понимал происходящего. «Гук, я вижу глаза Тихёна каждый день. В них застыла такая тягучая боль. Даже страшно представить, что он чувствует. Он ничего никому не рассказывает, но я прекрасно вижу, как ему плохо. У него всё хорошо с друзьями, с семьёй, с работой. Нехорошо у него только с работой. И ты должен, просто обязан это исправить. Да, ты допустил огромную ошибку, но никто из нас не застрахован от этого. Так что прекрати изводить себе работу и подумай, как вернуть мужа». «Ты об этом знаешь», — с грустной улыбкой сказал Чунгук. «Я много чего знаю, даже больше, чем нужно». «Я не знаю, что мне делать». Альфа прикрыл свои чёрные глаза рукой. «Ты мне поможешь?» «Да я уже тебе помогаю. И если об этом узнает мой муж, он оторвёт мне яйца и всё, что к ним прилагается. А я, знаешь ли, в будущем хочу ещё детей». «Ты женился?» «Да, месяц назад», — улыбнулся Хобби. «Поздравляю», — искренне сказал Чунгук. «Но почему твой муж будет против того, что ты мне помогаешь?» «Я женился на сак Джинни». А Гук удивлённо присвистнул. «У нас скоро будет ребёнок, он беременный». «Ох, ещё раз поздравляю!» «И каково это, быть женатым на беременном Джинни?» У Чунгука широко раскрылись глаза. «Если честно, я боюсь себе это представить». Хосок почесал переносицу и встал из-за стола. Он подошёл к шкафу и достал бутылку Далмара пятнадцатилетней выдержки. «Выпьем?» Гук кивнул, соглашаясь на предложение. Выпить ему сейчас точно не помешает. От информации, что он получил за последний час, голова шла кругом. Хобби плеснил янтарную жидкость в пузатые стаканы и протянул один Чунгуку. «Знаешь», – протянул Хосок, делая глоток виски, – «мне иногда кажется, что он мне мстит за болото, в которое он свалился на багамах по моей вине, за убитую лягушку, за крабов с ракушками. И месть эта довольно изощрённая. Он хочет, чтобы именно я, ни прислуга, ни помощник, а я, пёрся на другой конец города ночью в поисках йогурта со вкусом селёдки. Вот вчера, например, он меня отправил в три часа ночи за киви. А когда я их привёз, джин сказал, что они слишком волосатые и заставил меня их брить. «Бритвой!» Чунгук, не выдержав, засмеялся. «Вот ты ржёшь! А это ещё не всё!» Продолжал жаловаться Хобби. Затем он расплакался, сказав, что теперь им холодно и они замёрзнут. При этом он назвал меня убийцей киви. «Ну, я слышал, что у беременных омек крышу сносит. Но чтобы настолько!» «А позавчера мы хоронили банан. Не смотри на меня так. Если бы у меня было этому адекватное объяснение, я бы тебе его озвучил. Похоже, я нормально высплюсь, только после рождения сына. И то не факт. Хобби залпом допил виски и налил ещё себе и Чунгуку. И слава богу, что пока он изощряется только в гастрономических пристрастиях. Но, по правде говоря, если он захочет лизнуть лунный камень, я найду способ слетать на Луну и привезти ему этот камень. Я его очень люблю, и я безумно счастлив рядом с ним. Так что его каприза – это такая мелочь. «Я даже тебе завидую», – печально произнёс Чунгук. «Так как ты?» – ты мне не ответил. «Хреново хобби. Очень хреново». Я как будто застыл во времени. Вокруг меня постоянно меняются лица, но я никого не вижу. Я почти не бываю дома, потому что там нет Тихёна. Я так по нему скучаю, что кажется, ещё чуть-чуть, и я свихнусь окончательно. Спасает только работа. Она, как спасательный круг, ещё не дала мне утонуть окончательно. Но теперь он здесь. А мне кажется, что ты не даст мне и малюсенького шанса всё исправить. «Послушай», – хобби откинулся на спинке кресла, – «Тихён два месяца в Сеуле, и он до сих пор не натравил на тебя своего отца. Ты прекрасно знаешь нашего тестя. Вцепись он в тебя, то ты к этому времени был бы свободен, а ты выплачивала ему до конца жизни кругленькую сумму за моральный ущерб. Так что он тебе уже дал шанс. Пусть и сам этого не осознаёт. «Ну, поговори с ним», – Чунгук кивнул, осмысливая слова, сказанные Хасоком. «Хобби, а почему ты это делаешь?» «В первую очередь я делаю это для Тихёна, а во вторую у меня предчувствие, что мы станем с тобой хорошими друзьями. Меня моё чутьё ещё никогда не подводило». «Джин тебя придушит», – хмыкнул Чунгук. «Ну, а Джину об этом знать не обязательно. И потом, мы сейчас с тобой начинаем сотрудничество, в случае чего это будет моей официальной отмазкой. Ваши проекты будущих зданий действительно хороши, иначе я бы не согласился. Любовь любовью, а бизнес бизнесом. Предпочитаю не смешивать эти две вещи». «Ведь там, на Андресе, ты раньше меня понял, что я люблю Тихёна?» «Этью уже говорил, что всегда замечаю то, чего не видят другие». Хасок посмотрел на часы. «Извини, Гук, но мне пора домой. Иначе мне мой супруг придумает очередную экзекуцию. Хотя он и так её придумает». «Спасибо тебе за всё хобби», – сказал Чунгук, вставая. Он уже почти дошёл до двери, как Хасок его окликнул. «Чунгук, ты съехал от родителей, и в семь вечера он заканчивает работать». Чунг кивнув, прошептал тихое спасибо и скрылся за дверью. А хобби посмотрел на закрытую дубовую дверь и допил свой виски. «Если у меня ничего не получится, то Джинь меня точно порвёт на мелкие кусочки». Глава восемнадцатая «Багамы ждут тебя, мой друг!» Воровато озираясь по сторонам, Тихён вышел в коридоры своего укрытия. Меньше всего на свете он ожидал увидеть Чунгука в кабинете хобби. Он, конечно, планировал встречу с мужем, но не так и не здесь. Что, черт возьми, происходит? Что, Чун, дело Лухасока? Неужели он знает, кто такой хобби? Когда Тео увидел абзидиановые глаза Чунгука, внутри всё замерло. Это было настолько неожиданно, что Омега больше ничего не придумал, как спрятаться в подсобке с вениками и швабрами. Он два месяца репетировал разговор с мужем, а когда увидел, срусил и заныкался в кладовке. «Молодец ты! Очень смелый и адекватный поступок!» пробормотал сам себе Омега. Осторожно пробираясь к своему офису, Техион молился, чтобы не встретить Чунгука. «Бу!» Омега вскрикнул и подпрыгнул на месте. «И чё ты крадёшься, как мышь? Спер, что ли, что-то?» За спиной Техиона стоял Манхи. «Манхи, да чтоб тебя!» Омега развернулся и пихнул Альфу в плечо. «Ты задался целью меня заикой сделать?» «Да нет, само вырвалось. Просто прикольно наблюдать, как ты почти ползёшь по стене!» Лыбец, тридцать два зуба, ответил Альфа. «Шо за игры в шпиона?» «Тебе заняться нечем?» Повёл нервно плечами Тех. «Работать пошли!» «Красавчик!» «Расскажи мне всё, и я тебе помогу!» Заиграл бровями Манхи. «Прилипало!» Фыркнул Те и быстренько отправился в кабинет. «Вот же чертёнок упертый!» Добродушно произнёс парень и пошёл следом за Техёном, любоясь стройной фигуркой Омеги. «Ну и холодрыга!» Те снял пальто и отдал прислуге, зябко поёжившись. Он отправился искать брата. Новый дом Сакджина был похож на маленький дворец. Дорогая мебель, ковровые дорожки, подлинники картин, висевших на стенах, отделанных текстильными обоями, шикарные пушистые ковры, хрусталь-люстр. Те обожал дом хобби Джина. Всё было подобрано с большим вкусом. Он всегда зависал у какой-нибудь картины с открытым ртом, рассматривая полотно. Джин его оттаскивал от произведения, недовольна бубня, что он не в музее. И вот час, идя в гостиную, он остановился и уставился на большие красные маки, изображённые на холсте. «Техион, я знаю, что ты пришёл. Отлепись от картины и иди сюда!» – раздался громкий голос брата. Омега, вздохнув, пошёл на голос Джина. «Привет, пузатиком!» – весело сказал Те и обнулся к Джина, сидевшего на диване в окружении горы подушек разных размеров. «Я посмотрю на тебя, когда ты забеременеешь!» – буркнул Джин, выбираясь из подушек. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, но мы всё время хотим есть». Омега погладил себя по-небольшому, но уже весьма заметному животику. «Тебе что-нибудь принести?» – Те заботливо посмотрел на брата. «Не надо, я только что съел четыре пирожных и пачку чипсов, большую такую». «А тебе разве можно?» «Нельзя». «Но я это сделал назло папам», – мстительно сказал Джин. «Ты, они меня достали! Морковку грызи, яблоки жуй, витамины пей, туда не ходи, сюда не ходи, не наклоняйся, не подымайся!» «Да блин, ну это невозможно!» «По их мнению, я должен сесть и сидеть на попе ровно, пока не рожу». «И ведь приходят всегда вдвоём!» «Отцов не берут с собой, ни нашего, ни отца хобби. Тащат в дом детские вещи всех цветов и размеров. У меня их уже столько, что на десять детей хватит!» «Боюсь, нам с хобби скоро ещё один дом предстроить придётся, специально для вещей малыша». Про игрушки вообще молчу. «Я с отраганием представляю, что будет, когда ребёнок родится!» Джин пыхтя встал с дивана. «Они меня заглюют своей заботой!» «Ладно, ещё бы кого-нибудь одного я пережил, но их двое!» Джин закатил глаза. «Джин, ну просто наш папа и папа хобби переживают и заботятся о том, чтобы с тобой, с малышом всё было в порядке!» Ты улыбнулся брату. «Да они меня со своими переживаниями до дурдома доведут!» «Джин, ну послушай, а ты знаешь, зачем хобби встречался с Чунгуком?» Спросил Тихён, прерывая стенания старшего. Джин недоумённо посмотрел на Тея и сел обратно на диван. «Не понял, хобби встречался с твоим мужем? Когда?» «Сегодня». Я застала в кабинете хобби. «Фу! Странно, зачем это Хасоку?» «Не знаю», – пожал плечами Тихён. «А он тебя видел? Ты с ним, наконец, поговорил?» «Нет, я от него спрятался». Тихён виновата уставился в пол, рассматривая рисунок на ковре. «Ты, солнышко моё!» Сак-Джин с подозрением уставился на брата. «У меня складывается такое впечатление, что ты с ним сам не хочешь разводиться». «Хочу!» – упрямо заявил Омега. «И поговорю с ним обязательно!» «Ну-ну», – хмыкнул Джин. «Давай, дерзай!» «Только пока ты решишься, я ещё двоих рожу и воспитаю!» «Жемчужина, ты где?» – раздался голос хобби в коридоре. «Я в гостиной!» – выкрикнул Джин. На пороге показался Альфа. «Поцелуй нас!» – сразу же закапризничал Сак-Джин. Хобби подошёл к мужу и, наклонившись, сладко поцеловал пухлые губки Омеги. Затем опустился на колени и нежно коснулся живота Джина губами. «Привет, моя бусинка!» «Ты папу сегодня не сильно беспокоил?» У Тихона от Ви до этой идиллии на глазах заблестели слёзы. «Бусинка заставил папу съесть пачку чипсов!» – невинно заявил Джин. «Ага, бусинка заставил!» – фыркнул Те. Джин показал брату язык. «Ладно, мне уже пора!» – сказал Тихон вставая. «Может, останешься на ужин?» – спросил Альфа. Те покачал головой. «Я хочу сегодня позвонить Юн Ги. Он написал мне, что у него суперважная новость. Ты знаешь, о чём речь?» Хобби ярко улыбнулся и встал с колен. «Знаю, но пусть это станет для тебя сюрпризом!» «Да дни загадки кругом!» – подумал Омега, уходя. «Юн Ги! Ну отодвинь подальше телефон! Я вижу только твои ноздри!» Ты с недовольным видом рассматривал маленький носик друга на экране. «Сейчас!» – запыхтел нос. «Так нормально?» На экране появилось слегка помятое заспанное лицо Мина. «Норм! Как вы там?» «Всё супер, только тя не хватает. Бросай свой террогрупп и возвращайся обратно. Джина с Хобби можешь тоже прихватить». Тихен засмеялся и обнул розового зайца, устраиваясь поудобнее. «А ты как? Ты уже виделся с Чунгуком?» «Ага. Сегодня в офисе террогрупп. А он там что делал?» «Не знаю. Но, судя по всему, он знает, кто такой Хобби». «Блин!» – раздалось из динамика, и Мин исчез. Юнги уронил телефон. Через секунду на экране появился только один глаз Омеги. «Юнги! Ну, у тебя руки и задницы растут. Ты можешь телефон нормально держать?» – возмутился ты. «Могу!» – буркнул Мин. «Еще мне сегодня прислали корзинку вишни в шоколаде. И я не знаю, кто». «Да тут к гадалке не ходи! Это чухоблох!» – уверенно сказал Юнги. «Ну, не знаю, где я живу. А может, это Манхи?» – сказал Тихен, зевая. «Между Багамами и Кореей было четырнадцать часов разницы. На Андресе было раннее утро, а в Сеуле время облизилось к полуночи». «А это еще что за гусь?» – юнги, не мигая, уставился в телефон. «Ну, парень с работы, который меня позвал на свидание. А ты? А я не пошел. Ну и дурак. Но вишню прислал точно чухоблох. Ну, сам по суде. Вишня плюс шоколад. Ты плюс он. Здесь и ребенок поймет». «Не знаю и ничего», – ты заерзал в кровати. «И хобби не доверяй. Он как пить дать двойной агент», – зашептал Мин, подвинувшись к экрану так, что опять стали видны только кошачьи глаза. «Юнги, ну что ты придумал?» «Я тебе точно говорю. Сто процентов двойной агент. Он знает, где ты живешь и слил информацию Чунгуку». Глаза Мина расширились, и он почти неслышно прошептал. «Агент?» «Кто двойной агент?» – послышался голос Чимина. «А, Чим-Чим!» – воскликнул Тихен. «Привет!» «Привет, Вишня!» – сказал Альфа, забирая телефон у юнги. На экране показалось улыбающееся лицо Пака. Он задорно помахал рукой. «Сладкие! А что у вас тут за интриги и расследования? Пароли и явки?» Альфа потрепал свои волосы. «А все хорошо, Чим. Это у юнги приступ паранойи. Ты как?» «Отлично! Все по тебе скучают, Вишня. Тебе привет от Дании, Джуна. И что мне такого важного хотел сказать юнги?» Рядом с Чимином раздалось шипение Омеги. «Отдай телефон, Альфья, морда! Я ему главного не сказал!» «Так что такого случилось?» – обеспокоенно спросил Тихен, садясь на кровати. На экране опять появилась мордашка юнги. «Ты, мой дорогой друг!» – торжественно начал Мин. «Позволь мне тебя пригласить на бракосочетание твоего лучшего друга, которое состоится ровно через два месяца на острове Андрес Багамского архипелага». «Юнги! У тебя свадьба!» – Тихен скачал с кровати. «Именно! Ты должен мне организовать самый крутой мальчишник на свете. Так что пакуй в чемодан свои самые сексуальные трусишки и крем от загара. Багамы ждут тебя, мой друг!» И на сегодня это все, друзья мои. Продолжение следует. А с вами была Маруся. Совсем скоро встретимся. И пока-пока.